Доброго вечера, мы из Украины. Всем привет, вы на канале Сергея Гончаренко. Сегодня мы говорим о смартфоне Xiaomi Redmi Note 11. А точнее не просто говорим, а говорим о 5 причинах, почему стоит купить этот смартфон. Да, сейчас этот смартфон довольно-таки популярный, его очень-очень много покупают и вполне возможно, что не зря. Так что, если вы собираетесь купить этот смартфон, усаживайтесь поудобнее, этот видеоролик вам может быть интересен и полезен. И первая причина, почему стоит покупать этот смартфон, это его дисплей. Здесь установлен AMOLED дисплей с деканалью 6,43 дюйма с разрешением Full HD+, с повышенной частотой 90 Гц. В настройках есть возможность выставить стандартную частоту 60 Гц, но лучше использовать 90, так как смартфон кажется более плавным, более резвым и более приятным в использовании. Если же говорить в целом по дисплею, первое, что хочется отметить, это цветопередача. Есть некоторые заготовки по профилям, яркий, насыщенный и стандартный. Яркий профиль один из самых адекватных, вы можете настроить цветовой тон, вы можете настроить температуру, вплоть до ручной настройки по палитре цветов. Ну, а в целом я скажу, что откалиброван дисплей неплохо при стандартном ярком режиме, который рекомендуется при использовании. Если же говорить в целом по цветопередаче, то, например, при просмотре смартфона даже под небольшим углом, цвета не инвертируются и яркость практически не падает. Что говорит о достаточно таки неплохом и качественном дисплее в этом смартфоне. А я напомню, что этот смартфон является бюджетным. Это самая младшая модель в линейке Redmi Note 11. После него вышло еще три более продвинутых и старших модели. Ну и так как это AMOLED дисплей, то здесь еще достаточно таки хороший запас по яркости. Вот смотрите, сейчас максимальная яркость на темном фоне, на темной картинке и вот так вот выглядит на белой картинке. Смотрите, даже есть пересвет в достаточно яркой комнате. Ну и в целом никаких трудностей нет при использовании смартфона, например, как в помещении, так и на улице на ярком солнце. Вся информация остается читаемой. Да, конечно же, можно сказать, так как это AMOLED дисплей и здесь может присутствовать шеми мерцания. В действительности так и есть, но хочу обрадовать то, что здесь уровни шеми мерцания невысокие, даже при низких параметрах яркости. Начинает проявляться при яркости ниже 40%, которую не так часто все-таки используют, когда пользуются этим смартфоном. Ну и плюс ко всему, так как опять-таки это AMOLED дисплей, то здесь присутствует еще и Always-On дисплей. Информация выводится на дисплей, что довольно-таки удобно и интересно. Вторая причина, почему стоит покупать Redmi Note 11, это его автономность. Здесь установлена батарея емкостью 5000 мАч. Прежде чем я буду показывать вам все тесты, скажу, что я смартфон использовал всегда по максимуму, никогда не экономил. Частота дисплея была установлена 90 Гц и всегда использовал светлую тему. Ну а теперь скриншоты и реальные примеры. Вот смотрите, сейчас смартфон разряжен до 10%, проработал он 22,5 часа, то бишь полные сутки, можно так сказать, да. И дисплей при этом работал 10 часов 55 минут. То бишь практически 11 часов за одни сутки использования. Это практически феноменальные или очень-очень хорошие показатели по автономности. И еще один пример в реальном использовании на сейчас, на сегодня. Итак, остаточный заряд 50%, смартфон проработал 7 часов 52 минуты, то бишь 8 часов. Дисплей при этом проработал практически 6,5 часов. Если учитывать эти 50%, то можно добиться ну как минимум 10, а то и примерно 11 часов работы дисплея и полноценного рабочего дня. Я скажу так, это очень-очень хорошие показатели по автономности. И в среднем вы сможете рассчитывать от 8 до 10 часов работы дисплея и примерно полтора дня активного использования этого смартфона. Ну и плюс ко всему, смартфоном в комплекте идет быстрое зарядное устройство с мощностью 33 Вт. И с помощью этого зарядного устройства смартфон заряжается с 0 до 100% за 1 час 15 минут. При этом за первые 30 минут он уже заряжается с 0 до 49%, то бишь 50% за 30 минут. Довольно-таки неплохо. Третья причина, почему стоит покупать этот смартфон, это наличие всех самых нужных и необходимых портов и разъемов. Если посмотреть на смартфон, то на нижней грани вы увидите микрофон Type-C динамик. На правой грани кнопка питания, она же совмещена с сканером отпечатка пальцев, немного выше качелька регулировки громкости. На верхней грани расположен дополнительный микрофон для шумоподавления, инфракрасный порт для управления бытовой техникой и электроникой. Еще один динамик, к которому мы, наверное, вернемся немножко попозже. 3,5-мм джек для подключения проводных наушников, что сейчас, в принципе, очень хорошо и во многих случаях это даже редкость. Ну и на левой грани расположен сим-лоток, и это полноценный сим-лоток, в который можно одновременно устанавливать и две сим-карты, и карту памяти microSD. Что очень-очень хорошо. Например, вариант по памяти можно выбрать в самом смартфоне на 128, и дополнительно установить еще карту памяти на 128 или 256. То есть по максимуму расширить память вашего смартфона. Ну и плюс ко всему на лотке под сим-карты есть дополнительная резиновая прокладка, которая будет защищать ваш смартфон от попадания пыли и влаги внутрь смартфона. Настолько я знаю, здесь стандарт защиты, пылевлагозащиты заявлен IP53. Это защита от попаданий брызг и дождя. Четвертая причина, почему стоит покупать Redmi Note 11, это его звук. В смартфоне установлено два динамика, на нижней грани один, и второй на верхней грани. И это стереозвук, стереодинамики. В действительности звучит смартфон неплохо, достаточно таки громко. Ну и давайте попробуем по максимуму, насколько это возможно. Вот микрофон камеры, расстояние 25 сантиметров от смартфона, например. Включаем давайте максимальную громкость и аудио. Я, конечно, не знаю, настолько хорошо это может передать микрофон камеры, но в целом, как по звуку, мне смартфон этот очень понравился. А еще мы вспоминаем, что это бюджетный, самый дешевый смартфон своей линейки, то вовсе все звучит очень-очень даже неплохо. И я бы так сказал лично, по моим впечатлениям, предыдущая линейка Redmi Note 10 звучала значительно хуже, нежели сейчас это Redmi Note 11. Ну и, к слову, может быть, кому-то будет интересно, разговорный динамик здесь также установлен и достаточно громкий. И если вдруг вы работаете в шумном помещении или на шумной улице, я думаю, вы останетесь довольны громкостью и разговорного динамика также. Пятая причина, почему стоит покупать этот смартфон, это его корпус, материалы и внешний вид. Смартфон выполнен из пластика, и это матовый практичный пластик, который довольно-таки неплохо ощущается в руке. Плюс ко всему, этот смартфон отчасти можно назвать и компактным, и легким. В руке он лежит хорошо, представлен в новой линейке Redmi Note 11 всех моделей, новый дизайн, это ровные грани, мы понимаем, откуда это все взято. Смотрится неплохо, плюс ко всему, несмотря на то, что это ровные грани, руку не режет и в руке лежит довольно-таки неплохо. Ну и по габаритам, если сравнивать вот с Realme GT Neo 2, все-таки Redmi Note 11 немного меньше по высоте и немного меньше по ширине. Толщина у них при этом практически идентичная, а может быть Redmi Note 11 даже немножко тоньше. В руках ощущается приятно, довольно-таки компактный смартфон на ежедневное использование. Сейчас я назвал вам 5 основных причин, почему стоит покупать этот смартфон. И еще хочу добавить одну дополнительную бонусную причину, почему все-таки стоит его покупать. И шестая причина – это комплект поставки. Помимо самого смартфона в комплекте вы найдете вот такой вот силиконовый добротный защитный чехол, который, кстати, сможет защитить и модуль камер, здесь есть дополнительный ободок, и также сможет защитить и экран, так как в самом чехле есть дополнительные ободки для дисплея. Плюс ко всему это, конечно же, Type-C кабель для зарядки, быстрая зарядка с мощностью 33 Вт. Как я и говорил ранее, с помощью этого зарядного устройства смартфон заряжается на 50% за 30 минут, что довольно-таки быстро. Ну и плюс ко всему на экране уже будет установлена защитная пленка. Соответственно, что в смартфоне и в его комплектации есть все самое необходимое для первоначального использования. То есть достали из коробки и начали пользоваться. Ничего покупать отдельно, дополнительно уже не нужно. Ну и вот это, наверное, все причины. Все 6 причин, почему стоит покупать этот смартфон. По данному видеоролику у меня, в принципе, все. Если у вас есть чем дополнить, чем еще хорош этот смартфон, пишите в комментарии под этим видеороликом. Возможно, я назвал не все причины, или для вас эти причины не важны, а есть более важные причины, почему этот смартфон все-таки можно купить. Всем, кому этот видеоролик чем-то понравился или был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на мой первый-второй канал в YouTube, Telegram канал, там очень много интересной и полезной информации, там люди общаются друг с другом, помогают друг другу решать те или иные вопросы или проблемы. Делитесь этим роликом с друзьями, знакомыми, близкими, ведь такого плана видеоролики могут быть интересны и полезны многим. Ну и всем спасибо за просмотр, всем пока, до новых встреч.